друзья всем привет всех вас рад видеть на канале рашна синт к сожалению в последнее время было не так много выпусков постараюсь после нового года немножко изменить подход и делать выпуски как можно чаще приглашать интересных гостей лучшей помощью с вашей стороны будет поставить лайк пробить колокольчик и написать любой комментарий под видео которое вы считаете нужным еще раз спасибо вам большое за то что смотрите и поддерживаете ну а сегодня у нас горячий выпуск у нас в студии аркадий бух известный адвокат из нью-йорка который защищал многих русскоязычных хакеров он как никто другой лучше осведомлен об общей ситуации которая сейчас происходит с криптообменниками отношении санкций которые предъявляет сша звучат снова обвинения в сторону россии зададим вопрос аркадий насколько в целом он считает обоснованными санкции властей сша в отношении криптообменников какие сейчас идут задержания на примере того же господина дубникова которого экстрадировали из мексики в нидерланды сейчас он ожидает экстрадицию в сша и также в целом затронем технологический блок вопросов о том как сегодня на примере компании сша могут отслеживать криптовалюты поговорим о анонимности того же манера насколько это все обосновано порассуждаем немного на тему американо-российских отношений почему я решил пригласить аркадия буха потому что он является адвокатом он ведет дело дубникова и пожалуй не найти лучшей персоны кто мог бы на русском языке осветить для русскоязычной аудитории от какие-то кулуарные обсуждения что пишут сми аркадий приветствую вас а добрый день предлагаю начать с первого вопроса но звучит он так с учетом роста цен таких криптовалют как bitcoin и terium многие ринулись обменивать свои рубли в крипто обменники на биткоины но мало кто реально подозревает что в океане этих денег присутствуют потенциально нечистые средства теневого происхождения не так давно министерство сша ввело санкции в отношении сервиса по обмену криптовалют суэкс зарегистрированного в россии и чехии об этом сообщается также на сайте ведомства по версии минфина сша утверждается что компания помогла как минимум восьми шифровальщикам получить транзакции с незаконных финансовых поступлений так как я не являюсь юристом как и многие зрители канала мы хотим вместе попробовать понять и разобраться в этой истории что сейчас пишут сша и говорят в прессе по данному делу я как американский адвокат совершенно четко в этом наблюдаю попытку правительства взять контроль над этой индустрии а последнее так сказать последний приказ скажем так индустрии был в том что даже не граждане соединенных штатов ну намекая на тех кто находится за границей и так сказать намекая на россиян граждан украины бывшего советского так сказать пространства что даже они должны регистрироваться с американскими властями если есть какие-то торги с гражданами соединенных штатов в реальности практически невозможно проследить откуда этот человек из этого получается что практически все или я бы сказал все обязаны регистрироваться соединенными штатами регистрации соединенными штатами это общее понимание на самом деле там почти дюжина требований а вот я прямо сейчас их зачитаю ну и так сказать вы увидите у себя на экранах тоже это так сказать эту распечатку надо пройти так сказать регистрацию с министерством налогообложения департментов трежери они должны проходить каждые два года предоставить список агентов кто будет заниматься этой торговли или обмены а обязаны заполнять специальные формы и подавать их по подозрительной активности со спеши с активить репорт также должны делать специальные формы оформление и регистрацию с и мл это антимани лаундринговая система также они обязаны делать а с американской налоговой службой подачу на суммы больше 10 тысяч долларов должны быть подана специальная форма регистрации подобной транзакции на сумму больше 10 тысяч также специальная система хранения информации о операциях я имею ввиду там какие-то паспорта адреса и так далее людей которые обменивают валюту а значит специальные правила по переводу денег в америке это называется money transmitter license специальная лицензия для money transmitter для тех кто для тех кто переводит управлять деньги на самом деле это этот эта лицензия она была связана исторически с чеками с переводом денег то уходит корнями в 30-40 лет тому назад но она теперь появилась и для крипто обменников а ну естественно граждане не соединенных штатов тоже обязаны регистрироваться то есть получается все кто не зарегистрировался и не соблюдает вот все эти правила в россии это называют знай своего клиента но your client и эти требования привели к тому что многие российские обменники большие маленькие повели себя по-разгильдяйски они подумали что они граждане россии поэтому они не должны подчиняться законам соединенных штатов и так они думали несколько лет пока как говорится не начали одевать наручники в голландии в польше в мексике во франции а тех кого не смогли достать начали закидывать санкциями на самом деле все эти крипто обменники они так сказать в адвокатской индустрии их называют несчастными людьми почему в том что это люди которые со стороны кажется может зарабатывать неплохо но в реальности они имеют парочку процентов маржа дохода но ответственность когда речь доходит до арестов и и так сказать и тюрьмы а она идет не от тех двух процентов от всей суммы а в соединенных штатах а сроки напрямую связаны с суммой которая прошла хотя на самом деле говорится они может быть многое не заработали в реальности чтобы было просто понятно обменник который пропустил через себя 100 миллионов долларов он не такой большой обменник но 100 миллионов долларов это это миллион полтора миллиона долларов в годовом или двухгодовом доходе на несколько человек которые работают это достойная зарплата никто не спорит но это точно не миллиардеры и это точно не сотни миллионов долларов это достойная зарплата программиста и это то во что искать люди себя подставляют подвергают и так сказать и то что они имеют и это это большая проблема на самом деле для соединенных штатах для прокуратуры и для всяких агентств на три буквы я имею ввиду фбр и часа и хомлайн секьюрити секретная служба и сссс для них здесь ничего нету нового и удивительного дело в том что система подобных обвинений она уходит корнями ну в 30 40 даже 50 лет тому назад то есть уходит во времена обменов чеками определенными кражи чеков подделка чеков то есть были как раз вот подобные обвинения которые занимались как раз вот похожими вещами а позже появилась может быть помнят зрители вебмания сейчас на соединенных штатах ушло на второй план и вообще последние годы не слышу про него а у прокуратуры уже есть опыт работы с вот с подобными системами а опыт арестов и вот это то что мы сейчас имеем а то есть большинстве случаев и система защиты как мы как адвокаты защищаем подобные дела а система защиты следующие а господа прокуроры мы не знали у кого мы берем мы взяли мы поменяли мы взяли копию водительских прав и оставьте нас в покое что же вы от нас хотите мы вообще не в курсе грабили они убивали террористы детский фисты нас ну просто это не сильно волновало а мы просто взяли тут продали там а и вот эта логика как раз в глазах соединенных штатов или прокуратуры она неверная ты должен знать кто твой клиент ты должен задать определенный набор вопросов ты должен иметь определенный набор лицензий ну вот 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 это и вызывает проблемы это вызывает достаточно длительные сроки и вот это что мы сегодня имеем на сегодняшнем рынке недавно в некоторых телеграм-каналах писали о том что проходили обыски в москва-сити возможно по делам крипто обменников что можете в целом рассказать про данную историю обращались ли к вам уже кто-то из представителей обменников с просьбой представлять их интересы в случае экстрадиции в сша а дело в том что российские спецслужбы которые делают обыски это не новая ситуация мы это видели практически во всех делах по следам американских обвинений ну наглядный пример господин винник а ко мне позвонили все мои знакомые с москвы и сказали вот посмотрите тут выносят просто все пар драйвы из офиса ведь и си и российские милиционеры и они заберут это сказать всю эту криптовалюту и так далее а то есть на самом деле это не удивительно соединенные штаты проводят расследования все что возможно конфисковать обычно мало что можно они пытаются конфисковать или за счет санкций заморозить кого можно арестовать они арестовывать а русские получив ну или российские милиционеры фсб и другие агент получив наводку по сути дела и средств массовой информации пытаются так сказать а найти повод провести собственные аресты но учитывая что под это расследование или эти расследования были проведены соединенными штатами и доказательная база здесь в то время как американцы в общем-то достаточно плохо делятся с российскими спецслужбами но это русским приходится работать с тем что есть но это сказать а забирают оборудование пытаются забрать скрипту исправно от дел винника до арестов и для и до обысков других российских обменников российских так сказать недавно произошел арест господина дубникова в сми писали о том что его обвиняют в связи с обналичиванием для одной из хакерских группировок возможно поэтому в сми появилась информация о том что дениса дубникова задержали в мексике и принудительно отправили в нидерланд для последующей экстрадиции в штаты согласно данным спарка он является гендиректором юридической компании бривкейс который владеет 50 процентами 5 ноября в пресс-службе бривкейса отметили что голословные вменяемые дубникова обвинения со стороны правоохранительных органов сша не имеют никакого отношения к деятельности компании являясь адвокатом дубникова как вы в целом прокомментировали бы ситуацию связанную с его арестом вы знаете тут но во первых адвокатская компания это отдельная история а крипто биржа это так сказать отдельная история это не связанные не связанные бизнесе не связанные направления а это разные люди даже и разные организации в плане криптообменников это то что я и говорил в этом громаднейшая проблема криптообменникам в том что они не соответствуют американских стандартам они не соответствуют этим двенадцати большим и серьезным пунктом а комплайнса которые это сказать часто не сделаны или сделаны не полностью или сделаны под российские стандарты тогда не соответствуют по некоторым направлениям или по многим направлениям американским это приводит коррест дело в том что я достаточно часто мне приходится общаться с агентами и часа или фбр холмлайн секьюрити разные организации и они все хором одно и то же твердят а они отслеживают транзакции через 50 70 кошельков 40 кошельков а конечно эти деньги погуляли конечно они погуляли по разным обменникам по разным фиктивным кошелькам а как могут знать эти обменники ответ а наверно никак это невозможно тогда будет следующий вопрос а как же избежать преступлений и америка подводят все эти обменники под очень простую формулу а сделайте наш комплайнс зарегистрируйтесь с нами а как говорится иметь адвоката оформите и и живите спокойно и продолжайте не знать у кого что вы покупаете через 20 кошельков то есть вот вот эта логика это то к чему они подводят на самом деле арест дубникова это это сказать массы а все индустрии а встаньте под нас или а или мы вас посадим и ваш это сказать excuse что вы чего-то там не знали не спросили не договорили это не наша проблема я считаю что это стыдно что это не этично так относиться к людям вообще в принципе криминальному праву но вопрос понимаете не что стыдно и а как она работает в реальность в реальности молодой парень сидит голландии как для меня как для адвоката это просто выкрали в мексике отправили купили ему билеты отправили его страну из которой практически гарантированная экстрадиция а и вот все издевательства он и и и это сказать его я его коллеги должны терпеть то есть а то есть плохо неприятно а постыдно но это то как работает американская система а и так сказать как говорится за что проголосовали то имеем есть такое мнение что некоторые криптообменники ведут двойную бухгалтерию одна белая для любых проверок для прокуратуры если какие-то обыски проходят в офисе есть еще понятие ну теневая назовем ее черной бухгалтерии где отражаются самые различные транзакции но не учтенные могут ли власти сша сегодня отслеживать именно такие сложные криптовалютные транзакции например собирать всю необходимую доказательную базу и потом уже официальным путем например делиться с правоохранительными органами россии для того чтобы ускорить определенные процессы уровень взаимодействия насколько он хорошо построен и насколько все это можно сказать отлажено я предполагаю естественно клиенты редко делятся да и а тогда когда делятся я в общем-то не могу как адвокат это разглашать но в общем а зная как работает индустрия изнутри и при наличии так сказать больше дюжины клиентов в криптообменников в криптообменниках или в этой индустрии в постсоветском пространстве значит совершенно очевидно что многие действительно имеют белую часть бизнеса и под ними напрямую или косвенно нередко встречаются черные менялы опять не все а меньшинства но но такое встречается в этой индустрии это действительно правда а потому что так сказать никто не хочет терять громадный кусок бизнеса то есть когда были так сказать с помощью вымогательства добыты сотни миллионов долларов комиссия высокая и это сказать и обменники обычно маленькие обычно так сказать полуподпольные или но это действительно распространено это это встречается я не знаю это в половине случаев у меня нету такой статистики но это нередко это так сказать обычная история насчет обмена информации а между соединенными штатами и россии есть такая есть такое соглашение называется млад а это соглашение между странами по обмену информации в реальности а ни одна из сторон это соглашение в общем-то не исполняет там за исключением редких случаев когда нуж совсем выгодно а как я понимаю русские не исполняют это соглашение в отместку потому что американцы не очень исполняют а американцы не исполняют потому что они считают что российские спецслужбы коррумпированы а имеет тенденцию выдавать информацию на тех людей и цели которые американцы расследуют с помощью коррупционных схем подкуп подкупа агентов фсб по подкупа агентов сбу если мы говорим про украину и так далее на самом деле уровень коррупции в этом плане в россии я предполагаю но по крайней мере на себе я вижу может быть несколько ниже чем на украине на украине это просто доходит до хулиганство на где агенты сбу просто приходят вымогают деньги и просто по сути дела трейдуют на информации которые все-таки вытекла из-под американских агентов которые на самом деле пытаются держать это все в секрете то есть американцы боятся этой коррупции они в общем-то даже в дружеские страны делятся очень слабо то есть ну может быть в единичных случаях это более не менее степень доверия присутствует в голландии в германии в бельгии то есть даже таких странах как франция и италия тем более греция степень доверия значительно ниже и я общаюсь с агентами и но очень не хотят выдавать информацию в одной из статей сми утверждалось что дубникова не просто задержали а похитили сперва купили на его имя билет из мексики затем дубникова насильно посадили в самолет и увезли в нидерланды где его сдержали по запросу сша неужели так просто похитить человека в мексике перевести его в нидерланды иногда в американских фильмах нам показывают что преступники удирают от копов мексику никто не может тронуть их через границу да я ведь уже за чертой а раз я по ту сторону вы поэту значит не можете не получается лишь что все это выдумки а в реальности происходит совершенно другое в том что мексика отказала во въезде в мексик и мексика как страна имеет право а агенты посадили в удобный для соединенных штатах самолет за их же деньги то есть в голландии то есть на самом деле система а отказа в визе а так сказать выкрадывание людей а и обход экстрадиционных процессов других стран это к сожалению обычная практика соединенных штатов то есть мы это видим в таиланде мы это видим на мальдивах я намекаю на господина лизнева мы видим это было связано с ерунда когда человек просто кидают в яму и без экстрадиции какие-то мальчики в трусах и с калашниковыми которые говорят что они полиция потом приезжают американские агенты на самолете забирать но с другой стороны либерия это всегда была всегда были в общем-то американские ставленники в правительстве и контролируются соединенными штатами ну скажем так в большой части или в большей части это часть а западной африки то есть это то что мы имеем из на самом деле экстрадиция она очень сильно привязана к политике а и наглядный пример с другого полюса этой картинки это кипа когда подряд несколько дел по российскому запросу в то время как есть американский закро запрос который пришел раньше они отправляют в россию а ну и соединенные штаты совершенно четко прослеживают российский след связанные с инвестициями связанные с деньгами которые россия вкладывает индивидуально как страна и прочие так сказать политические связи и так далее а даже греция имеет подобные подобные теплые контакты с россией и в результате мы имеем дело билана который выпускает на залог что невероятно не в германии не в голландии например ну естественно господин билан сразу же исчезает экстрадиция между нормально а экстрадиции если у перу тогда другая не будет лаять пока нормально аркадий сразу вопрос по теме читал по статистике с практически сто процентов выдача из нидерландов сша по экстрадиции так ли это на самом деле совершенно верно голландия имеет почти сто процентов шанс на экстрадицию мы это видели в деле с господином дринкманом причем не просто а финальный приказ о депортации был в пользу россии он был а раньше решен но голландия посчитала что россия подала запрос только после соединенных штатов для цели для того чтобы избежать экстрадицию в соединенные штаты то есть из политических целей они из цели правосудия и отправила так сказать господина дринкмана в америку как вы думаете почему власти сша активно взялись за криптообменники в снг пытаются ли они выйти на след хакеров техническим способом когда необходимо найти цифровые отпечатки улики пи адреса установить и так далее то есть это сложный кропотливый путь им проще отследить именно на конечных точках где все это превращается в некие финансовые потоки был например у меня выпуск с компанией группа и би рустамом когда мы обсуждали что очень часто преступников ловят именно на том что они пытаются обналичивать деньги а дело в том что а то что взяли за криптообменники это не те люди которые занимались вымогательством это не те люди которые занимались кардингом за что а для меня как для адвоката это знак бессилия и невозможности и неумение арестовать настоящих обманщиков жуликов эфиристов кардеров и вымогателей но это не удивительно это то как работает американское право они арестовывают мелкую рыбу или рыба которая скажем так имеет маленькое значение для того чтобы заставить одного из трех одного из пяти одного из двух разговаривать показать пальцем на кого-то добиться каких-то концессий и постепенно выйти то есть конечно эта попытка подойти к тому куда они не в состоянии подойти а в иначе эта попытка подойти к к террористам кардерам ну и конечно к арансомверчиком вымогателям госпиталя это серьезно госпиталя это выключено электричество мы сейчас вам выключим emergency generator и у вас начнут умирать люди госпиталя платят а мы вам сейчас выключим электрическую линию электрическая компания платят а мы вам выключим нефтяную трубу бензиновую трубу и у вас город останется без бензозаправок это то что мы имели сумасшедшая проблема они платят потому что потери будут еще больше в принципе соединенные штаты а имеют политику исторически не платить бандитам и и террористам это вам не швейцария это вам не франция то есть когда американских заложников берут в сомали и в других странах и в нигерии пираты французы платят деньги и швейцарцы тоже даже поляки а американцы не платят американцы прилетают и вместе со своими гражданами стреляют и тех и других а и постепенно так сказать пираты начали сомневаться надо ли брать американцев нету смысла такие дела тоже были на чем в целом строится обвинение владельцев криптообменников кто реально сегодня может отслеживать те же криптовалюты насколько объективны их данные и могут ли такие компании выделить частично из всего этого потока транзакций те кошельки которые связаны например шифровальщиками чин аналисис и другие компании предоставляют аналитику а по кошелькам и по цепочкам кошельков а они показывают на обменники они показывают на магазины из которых были выведены деньги то есть мы сегодня это уже имеем в индустрии фбр и часа и секретная служба очень активно используют а вот вот эти технологии а эти сервисы могут и частные так сказать люди приобрести там буквально за 10 15 20 долларов в месяц зависимости от использования разные компании предоставляют сервис но до 100 долларов в месяц в зависимости от пакетов которые они приобрели это недорогой сервис и можно иметь вот подобную аналитику они проследуются проследует действительно через десятки через десятки кошельков а индустрия на это среагировала начала создавать а то что называется миксеры заносишь туда одну валюту она выплевывает ту же валюту или другую замиксовав там специально идет аналитика процентного содержания грязных денег против чистых денег то есть они грязные помешали с грязными они от этого стали еще грязнее но уже другая грязь но не та грязь которой зашли эти фбр фбр сразу же отреагировала и начала так сказать создавать свои группы или своих хакеров которые согласились с ними работать чтобы снизить себе сроки по созданию миксеров для того чтобы избежать для того чтобы получить снижение срока а фбр сможет наловить всяких жуликов террористов детских порнограферов и прочих вымогателей потому что у них как говорится есть задняя дверь в миксер через который фбр может просматривать эти транзакции и куда и во что они вышли вот в этих миксеров начали прослеживать миксер миксеры начали перемиксовывать биткоин в монеро монеро в лайткоин и еще какие-нибудь доги coins а и потом все это миксу через несколько миксеров отчасти успешно отчасти не успешно а причем не всегда понятно кто и где FBI какой миксер настоящий какой миксер работает под фбр под голландскую полицию или под полицию израиля насколько полиция израиля своем миксере привязана к американцам насколько хорошо они с ними сотрудничают атаки сотрудничают и это и это проблема для террористов детских порнографов и вымогателей потому что они начинают всплывать но подобная борьба опять же она не нова для соединенных штатов отлов мелкой отдаленной рыбы чтобы постепенно приблизиться крупной рыбе обычная история а это то что мы видим вот в этой новой индустрии который мы имеем а и на самом деле это очередной раз подтверждает что а соединенные штаты не смогли хорошо разгадать системы защиты рансомверщиков а именно поэтому приходится заходить издалека еще в прошлый раз мы обсуждали с вами статус шифровальщиков поменялось ли что-то в сша за все это время может быть они попали в какую-то особую категорию или в принципе ничего не изменилось знаете история история занесением в категории террористов заносить хакеров это не новая концепция мы это слышим уже последние лет 15 каждый пару лет соединенные штаты говорят что вот теперь уже будет серьезно но это повторяется каждые два-три года я не думаю что будет какие-то сильные изменения а я думаю что все как было так и будет а будут выкрадывать из разных стран будут экстрадировать закона будут экстрадировать незаконно или выкрадывать как я выразился а будут сотрудничать с другими странами с дружескими будут не доверять не дружеским странам а то есть я не думаю что что-то изменилось или изменится в ближайшее будущее скорее всего мы имеем что мы имеем сша очень сильно продвинулась в плане отслеживания криптовалют транзакции например если государство ведет какое-либо расследование до в лице соответствующих служб как в целом устроена концептуальная модель привлекается ли частный бизнес который помогает делиться например аналитика или создает какие-то специальные инструменты для того чтобы помогать властям то есть получается такая схема что властям нужны частные компании для того чтобы точно решать свои задачи а частные компании соответственно получают определенные гранты для того чтобы расти и развивать новые продукты а вы знаете вопрос многогранный с одной стороны отдел фбр имеет очень силь не фбр имеет очень сильный отдел по кибербезопасности которые делают хорошую аналитику многие агенты фбр уже сегодня имеет степень мастера по кибербезопасности по компьютерам а и они производят качественную работу это не мешает фбр покупать у частных компаний какие-то продукты например chain analysis постоянно проводят семинары для спецслужб а и другие компании по аналитике крипты и так далее предоставляют так сказать сервисы предоставляют аккаунты и и фбр и secret service она эти организации они являются очень выгодными хорошими клиентами этих частных компаний в которых они могут закупать эти продукты многие компании а были созданы бывшими агентами фбр теперь уже для того чтобы набивать карманы но имеет свой бизнес и и продавать фбр они уже знают кому продавать они знают этого генерала они знают того генералы и знают то агентство и это агентство иногда поработали по нескольких агентствах они знают кому обратиться с каким супервайзером пообщаться чтобы протолкнуть свой продукт чтобы агентство покупала то есть и имеет элемент я бы не назвал это коррупцией но определенных связей кому и как что продать зная compliance и требования федерального агентства к продукту который который федеральное агентство готово приобрести это с точки зрения продажи продуктов в плане качества подготовки доказательной базы для российских хакеров особенно качество крайне крайне высокое то есть как проводится расследование агент ведет расследование или группа агента ведет расследование собирают легко терабайт документов терабайт этого до миллиона страниц 6 до сотен до миллиона страниц документов а все о нем и о всех его знакомых компаниях которых он работал и так далее включая телефоны компьютеры факсы и даже новые холодильники с вайфаем и пылесосы с вайфаем уже это имели слушают работу на этом все не заканчивается он приходит супервайзеру и говорит давайте работать на над обвинением супервайзер это знаешь что мы волнуемся давай мы послушаем еще его пылесос немного больше пока он катается по дому собирает пыль у него все равно вайфай они еще что-то собирают потом они идут главному в агентстве и он просит еще пару аудиозаписей или пару видеозаписей с агентом которые работают прямо на месте после этого они приходят прокуратуру прокуратура опять на трех на четырех уровней посылает их отфутболивает добрать дополнительную доказательную базу то есть на самом деле доказательную базу просматривает после того как агентство закончило свое расследование дело перебрасывается в прокуратуру прокурор который будет вести дело или trial attorney делает изучение всех все это доказательной базы идет своему супервайзеру супервайзер опять просматривает опять посылает агентство чтобы они еще что принесли а на трех четырех уровней а на этом этапе когда все уровни прокуратуры дали добро на арест при этом все это происходит очень волнительном состоянии это же россия сейчас будет скандал они будут делать международную ноту потом еще ноту а мы не должны опозориться ну и вот на этом этапе она попадает к федеральному судье который скорее всего закончил гарвард ель или что-то другое из плющевой лиги который опять их посылает раза три добрать что-то еще чтобы теперь же судья не опозорился а и вот судья дает это в большой жюри большой жюри плохо читает на английском она подписывает все что ему дают а ну часто а мы имеем на этом этапе предварительное обвинение но а а судья говорит что в принципе готов подписать но теперь надо поработать с голландскими европейскими спецслужбами чтобы там не было после этого это все просматривает атташе американский голландский или немецкий там где-то человек собирается приехать чтобы сказать там не было никаких проколов ну немецкий судья говорит что вы знаете у вас тут такие сроки вы можете дать только одну маленькую статью ну тысяч на 300 а просто если вы сейчас дадите на все миллионы которые прошли ему будет светить пожизненное а тогда мы должны будем отказать вы их потом добавить когда он уже приедет вы потом вам рассказывай расскажете как у нас говорят про мертвую проститутку в багажнике и добавите новый срок но это будет потом а пока дайте немножко чтобы не пугать немецких зеленых greenpeace и так далее и американцы опять делают так чтобы было все нормально но уже обычно они знают что они хотят и поэтому немецкий судья так сказать первого уровня проходит легко они идут к апелляционному судья тот просит свои поправочки и когда на всем этом уровне они уже получили добро на все а они открывают свое обвинение и делают арест причем арест делается когда уже человек в общем-то лежит в наручниках вернее обвинение выдвигается когда человек уже лежит в наручниках а то есть доверие к интерполу не очень высокая потому что и российские и украинские и это сказать узбекские и прочие постсоветские спецслужбы имеют тенденцию для своих знакомых ребят в кавычках заходить в систему и говорит знаешь там в розыске не надо никуда ехать поэтому сначала американцы одевают наручники а потом подают в интерпол уже когда человек лежит на асфальте во франкфурте а или в багажнике а то есть это длинный процесс и вероятность ошибки там невысокая потому что агенты прошли но 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 реально через 20 уровней причем не в разных агентствах от от фбр до прокуратуры до судьи до атташе двух стран и плюс по апелляционной линии той страны в которой они собираются это устраивать то ли это германия то ли это голландия или или испания то есть и и поэтому мы имеем стопроцентную статистику во многих странах а вот там где а в американском понимании неразбериха а там где влияние российских так сказать спецслужб или политическое давление а вот там начинаются странные вещи я опять же про кипр для примера если мы возьмем такие криптовалюты как манера за кэш комода дашь но их там много тот же например лайткоин кто занимается отслеживанием таких сложных криптовалют занимаются ли этим частной компании вы знаете но во первых манера было несколько публикаций о том что там не так всем анонимно в самом манера а даже постоянно так сказать ходят слухи но я почему-то им доверяю в том что что манера вообще организована соединенными штатами для мониторинга а но в реальности на самом деле я предполагаю что только bitcoin а не имел так сказать подконтрольного основателя или по крайней мере это очень непонятно существует ли он все остальные кто-то когда-то сделал их в общем-то знают а никто не знает и естественно не говорит о том что есть там то что называется задняя дверь нету задней двери а на сегодня чейн анализ из другие компании делают аналитику в общем-то по многим валютам а манеру пытаются тоже анализировать а в реальности неизвестность того что есть задняя дверь или нету задней двери как говорится в самом манеру а это непонятно а американцы пытаются активно скрывать а совершенно очевидно что а считать криптовалюту как безопасное и него и не отслеживаемое средство а это неверно то есть отслеживают смотрят и и и так сказать и видят другое дело а если пропускать через большое количество кошельков а или соединенным штатам это делает так сказать проблемы становится это сложно конечно то есть я общаюсь с агентами а вреда вот мы сделали чудо мы отследили через 40 кошельков то есть очевидно что по тону чем больше кошельков чем больше валют тем сложнее а в реальности отслеживают смотрят и и и видят по вашей информации так как вы находитесь сша идут ли какие-то задержания хакеров шифровальщиков экстрадируют ли кого-то из русскоговорящих в штаты какие сроки светят снг не экстрадируют своих граждан большинстве своем россия украина и практически все страны снг своих граждан не экстрадируют и это в общем то приводит к тому что граждане этих стран понимая что их не экстрадируют в общем то часто как говорится хулиганят а исключение это страны прибалтики с эстонией мы видим экстрадиции достаточно часто и они не имеют проблем экстрадируют своих граждан особенно русскоязычным мы это видим больших количествах я я намекаю про резидентов нарвы в эстонии компьютерного города и не только так сказать резидентов а граждан эстонии в общем-то люди людей приводят соединенные штаты а с россией из украины конечно ситуация совершенно другая свои граждане отправляют но но отношения с хакерами которых опубликовали разные то есть если в россии приходят спецслужбы просят о какой-то помощи о координации и так далее что понятно то на украине конечно мы видим достаточно серьезный уровень коррупции то есть с угрозами дай 50 тысяч долларов иначе мы тебя кинем в багажник отправим в польшу то есть есть определенная степень хулиганства в плане спецслужб может последний год-другой чуть-чуть стало получше но коррупция конечно бьет ключом к сожалению в этом году очень много в сми писали об атаках шифровальщиков на критическую инфраструктуру на частные компании мы все помним эти кейсы colonial pipeline gbs косе писали в западной прессе о том что ими уже интересуются не только спецслужбы но и вмешались даже военные в отчетах европола можно очень часто встретить упоминание об украине о том что там арестовывают партнеров причастных лиц к шифровальщикам тоже фбр очень активно находится на украине взаимодействует с местными правоохранительными органами и пытаются всячески помочь расследовать преступления действительно ли власти сша сейчас активно борются с локерами создают новые группы быстрого реагирования на инциденты и так далее а я думаю что это циклическая ситуация которая происходит о которой я предупреждал несколько лет тому назад когда даже 10 лет тому назад когда я более активно занимался делами связанными с кардингом а масса хакеров просто для цели развлечения захватывала компании связанные с инфраструктурой государственной компании организации и так далее это не давало дохода а они были я теперь хозяин этой компании и неограниченный доступ а это не имело никакого коммерческого смысла в те годы в те годы а не было про это несколько так сказать статьи и в миде что это в общем то проблема не столько финансовая сколько завтра это приобретет аль-кайда игил или еще какие-то нехорошие ребята и и поднимут плотину и и зальет деревни или что-то так или атомную электростанцию и потечет грязная вода а то есть вот вот у меня так сказать было серьезное волнение что мы до этого дойдем через террористов а и и сенен об этом писала и в журнал forbes несколько моих интервью было на эту тему а вы знаете она про она вы выстрела из-за так сказать из другого ружья а эти и они были на продаже доступа неограниченные в эти компании они дешево стоили на черных рынках там цена была 2000 долларов 3000 долларов если какая-то могучая громадная компания но 5000 долларов то есть за 10 я даже таких цен не слышал а то есть можно было дешево купить компанию связанную с инфраструктурой и дальше издеваться над компанией издеваться над народом и так далее а покупателей не было а захваченных компаний было много а хакеров это прикалывало а у них было чувство того что они велики они могут контролировать мир и они собирали себе в коллекцию вот это выставляя периодически на продажу при этом не имея особо количества покупателей и вдруг неожиданно а кто-то очень хитрый придумал систему заниматься вымогательством заморозив а и постепенно так сказать появилась масса компаний которые или групп людей которые стали копировать эту систему начали скупать вот этот никому не нужный ассет доступ компаниям с которых кредитные карточки банковские счета не украдешь а это превратилось достаточно выгодный бизнес то есть раз ransomware как сервис оно превратилось как возможность достаточно просто собирать деньги а с одной стороны а молодые хакеры которые смогли много лет тому назад или недавно удачно инфицировать какие-то компании вдруг смогли свой никому не нужный продукт удачно продать и так сказать и они соединились на рынке и дальше мы имеем то что мы имеем сегодня мы имеем отмороженные госпиталя отсутствие свинины на рынке а это уже аффектает простых людей на улице понимаете когда невозможно заправиться когда я приезжаю а и на бензинозаправка стоит очередь в 20 машин и мне очень грустно и когда люди которые покупали свинину и не трогали ну я как еврей баранину вдруг неожиданно начали покупать баранину теперь мне и баранины нету хотя она в принципе их не интересовало а и и это все выглядит грустно когда я остался без баранина если судить по вашим адвокатским делам по делам ваших клиентов что сейчас происходит у нас на уровне взаимодействия между сша и россией налаживаются ли у нас отношения или все остается как есть может быть даже становится хуже а вы знаете при настоящем правительстве отношения я думаю одни из самых плохих но демократическая партия всегда имела плохие отношения с россией от обамы до байдена с байденом вообще тяжело иметь отношения он забывает вещи дремлет на форумах то есть тяжело но но общее политическое отношение конечно конечно плохое при при трампе были хотя бы какие-то встречи сове совместные переговоры или какая какое-то движение то есть был хоть какой-то обмен информации и совместная работа прослеживалась то есть сейчас похоже мы находимся на очередной а это сказать вниз идущий параболе гиперболе но совсем внизу нижний апекс скажем так вы считаете что все равно отношения сейчас у нас на низком уровне и какие-то предпосылок для того чтобы это как-то менялась в лучшую сторону для отношения ужасные доверие минимальная по линии млада по обмену информации уже не людьми и не арестованными а просто информации а просто на самом минимуме а то есть если раньше российских агентов фсб приглашали на обмен информации совместная работа с не дави все очень плохо но хотя бы приглашали то есть сейчас но совсем уже все плохо информацию не дают и даже показательных переводов экстрадиции не делаю у нас было несколько случаев когда были убийства гражданин америки русскоязычные убил гражданина россии тоже русскоязычного а и россия дала запрос и так сказать хорошие времена соединенные штаты вот этого убийца гражданина соединенных штатов и отправили в россию то есть было пару подобных дел пару подобных эпизодов но сейчас отношения стали совсем плохи причем это явно было не политические не политические дела не компьютерные а просто как говорится грязное убийство а были элементы когда россия и соединенные штаты помогали друг другу на каких-то ну таких скажем делах я бы назвал домашнее насилие в жутком виде а но вот сейчас даже на этом уровне но все очень плохо но на хорошей ноте этот процесс циклический и обычно после батома а всегда приходит так сказать светлое будущее я не сомневаюсь что вне зависимости от того какое будет следующее правительство будет намного лучше даже если это будет демократическое я думаю что от плохих отношений уже устали все я думаю что но нас такая страна лическая так что я думаю что будет лучше что же друзья будем следить за всей этой историей если у вас остались вопросы вы можете написать их под видео надеюсь аркадий сможет ответить на части из них если вдруг кто-то захочет спросить какие-то конкретные вопросы на следующие выпуске вы можете их написать на telegram бота но на этом у нас все спасибо что смотрели аркадий спасибо вам большое спасибо вам спасибо всем удачи пока пока